МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДОК ДОК, в том его виде, каким мы сегодня восхищаемся, является результатом тщательной селекции. Проведенный страстными поклонниками этой породы. По своему происхождению, он имеет общие корни с многочисленными породами крупных собак, чьими древнейшими предками были тибетские сторожевые собаки. Гипотезы относительно его происхождения и распространения разработаны в трудах самых выдающихся кинологов, в основе которых лежат как литературные свидетельства древних и новых авторов, так и археологические находки. Согласно мнению многих кинологов, данная порода собак была завезена в Европу кочевыми азиатскими племенами в процессе их завоевательных походов, миграций и торговли с европейцами. В дальнейшем, встречиваясь с местными собаками, она дала начало породе латинское название, которое звучит как «Канис фамилярис декуманус», и от которой произошла средневековая немецкая разновидность охотничьих собак – саупакер. Эти охотничьи собаки представлены на многих произведениях живописи и графики той эпохи. У них купированные уши и мощное телосложение. В то же время они отличаются поджаростью и гибкостью, что дало некоторым исследователям основание считать их результатом произведенного в XII-XIII веках скрещивания сторожевой собаки и борзу. Не все кинологи, однако, придерживаются такого мнения. Многие склонны усматривать предков дога в сворных собаках, использовавшихся для охоты на кабанов. В разных частях Европы такие охотничьи собаки получили самые различные названия, и лишь ближе к XIX веку они были выделены в Германии в отдельную породу. С тех пор все чаще встречаются описания и изображения крупных сторожевых собак, которые могут быть недвусмысленно обозначены как доги. Начиная с 1891 года до сегодня, порода претерпела ряд последовательных видоизменений, а знамена ваших — ее медленную, но непрерывную эволюцию. 20-е годы стали эпохой необычайного расцвета данной породы. Одним из тех, кто сыграл важную роль в ее развитии, был граф Карло Бразаула илверона, который под маркой «Аллания» вывел множество особей с превосходным экстерьером и характеристиками, а в 1923 году основал общество любителей догов, ставившее своей целью охрану породы. Последующий период, к сожалению, не был таким удачным. Вторая мировая война, безусловно, нанесла тяжелый удар по собаководству. В послевоенные годы усиленно проводилась работа по восстановлению утерянного генетического наследия. Лишь в 60-е годы снова появились доги, достойные этого названия. И здесь необходимо упомянуть плодотворную деятельность графа Видарда Досенклер из Латса-Санагарди, занимавшегося разведением догов с 1958 года, вкладывая в это дело все свои силы и страсть, и придавшего породе исключительную гармонию форм, одновременно закрепив в ней те свойства характера, которыми всегда отличались спокойные и уравновешенные доги. Сегодня среди них много особей, которые приближаются к стандарту и превосходно себя показывают на национальных и международных выставках. Обладая такими качествами, как мощная конституция, гордый нрав и элегантность, док по праву слывет Аполлоном среди собак. Минимальная высота входа составляет у кобелей 80 см, у сук 72 см. Желательно, однако, чтобы эти значения были чуть выше. Голова подолговатое, узкое, выразительное, хорошо очерченное, с подчеркнутым переходом от лба к носу. Верхняя губа должна быть крупной, морда полной. Голова должна быть пропорциональна размерам остальной части тела. Глаза по преимуществу темными, с живым и умным выражением. Уши, в том случае, если они пупированы, должны быть подняты вверх. Зубы крепкие и ровные, с припусом в виде ножниц. Мочка носа толстая, с черной окраской. Шея длинная и сухая. Грудь хорошо развита шириной голдом. Форма туловища должна приближаться к квадрату. Линия спины должна быть твердой и прямой. Круп слегка покатан. Хвост имеет среднюю длину и чуть приподнят над уровнем холки. В положении отдыха он должен свисать. Когда собака движется, быть слегка приподнятым, но не выше линии спины. Передние конечности, крепкие и мускулистые, стоят идеально отвесно. Бедра задних конечностей широкие и мускулистые. Лапы округлые и компактные. Пальцы короткие и плотно пригнанные друг к другу. Походка широкая и пружинистая. Шерсть очень короткая, густая, плотно прилегающая к телу и блестящая. По своему окрасу доги делятся на пять разновидностей. Рыжие, тигровые, голубые, черные и мраморные. Рыжий дог должен иметь окраску желто-золотистого оттенка, без белых пятен на груди и с маской на морде. Причем маска заходит за линию глаз. Тигровый окрас состоит из ярко-черных полосок, расположенных с умеренной частотой на желто-золотистом фоне. Голубой дог имеет голубовато-стальной окрас без желтых или черных бликов. Черный дог имеет черную блестящую, как бы лакированную шерсть. У голубых и черных догов допускаются белые пятна на груди и кончиках лап. Мраморные доги заслуживают отдельного разговора ввиду исключительного разнообразия их расцветок и пигментации. Идеальный мраморный дог должен иметь шерстный покров с белоснежным фоном, без крапинок, с черными пятнами средней величины и рваных очертаний, равномерно распределенных по всему телу. Глаза должны быть темными, мочка носа черная. Трудность получения в одной и той же особи подобной совокупности идеальных характеристик вызвала необходимость в более терпимом отношении к окрасу глаз и мочки носа, а также к цвету пятен. В результате допускается, хотя и не является желательным, более светлый цвет глаз. Допускаются также глаза разного цвета, пятнистый или розовый нос, и серые или коричневые пятна при условии, что они небольшие и редкие. Особи с крупными черными пятнами на белом фоне относятся к черным догмам. К ним также относятся и особи черного цвета с белыми пятнами на шее, груди, конечностях и хвосте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДОК с его величественными и внушительными очертаниями кажется гигантом. Одним своим видом, порой вселяя в человека, чувство страха. Но те, кто хорошо изучил его характер, знают, что за этими царственными формами скрываются доброта, чувствительность и исключительная привязчивость. Можно с полным основанием утверждать, что ДОК представляет собой совокупность всех тех качеств, которые ищет в собаке человек, и в первую очередь это верный и абсолютно надежный друг. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Превосходный сторожевой пёс, совершенно не кусачий ДОК обладает врожденным инстинктом защитника человека и никогда не обманывает доверие. Несмотря на свою огромную физическую силу, он любит играть с детьми, проявляя исключительную осторожность в обращении с самыми маленькими из них и выражая тысячами способов свою радость от общения с ними. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДОК также любит подолгу отдыхать, особенно в присутствии членов семьи, к голосам которых охотно прислушивается. ДОК не создаёт никакого неудобства в доме, где он всегда проявляет исключительную бдительность и одним своим присутствием гарантирует спокойствие и безопасность. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень важным фактором является питание. От него зависят правильное развитие и здоровье собаки. Рацион должен быть хорошо сбалансирован, так, чтобы собака получала адекватное количество питательных веществ, а именно белков, жиров, углеводов, волокон, витаминов и минеральных солей. Основу рациона взрослой особи должны поэтому составлять хорошо проваренный рис, варёное мясо и овощи. Не следует закармливать собаку мясом. Взрослому дому нужно 700-800 граммов мяса, не более. В то время как кормящей суке необходимо значительно большее его количество. Желательно, чтобы было два приёма пищи в день – утром и вечером. Количество пищи определяется размерами, весом, возрастом и физиологическим состоянием собаки. Сейчас специализированные фирмы выпускают готовые корма с целью обеспечения крупных пород собак полноценным питательным комплексом. Некоторые из этих продуктов составлены с таким расчётом, чтобы удовлетворять конкретные потребности как щенков, так и взрослых догов. И тем самым избежать диспропорций в питании, которые могут повредить росту и здоровью животных. Тому, кто собирается завести щенка-дога, следует помнить, что эту породу очень трудно разводить, а потому в продаже нередко появляются особи, являющиеся результатом недобросовестной селекции, чьи морфологические характеристики существенно отличаются от требований стандарта. Поэтому желательно обращаться к надёжному специалисту, который сможет вам гарантировать качество родословной щенка. Лучше всего брать щенка в возрасте от 3 до 5 месяцев. Щенок должен быть добрым, упитанным, с крепкой и сухой мускулатурой, мощным костяком и параллельными конечностями. Важную роль играет голова. В профиле оси черепа и носового канала должны выглядеть параллельными и относительно длинными. Необходимо, чтобы был хорошо выражен переход от лба к носу, и чтобы верхняя губа была крупной. Приобретя щенка, вы должны дать ему хорошее воспитание, так, чтобы ещё не перейдя через порог вашего дома, он уже начал усваивать нормы правильного поведения. Человек, который завёл щенка, должен запастись терпением и действовать строго по методике. Мало-помалу щенок научится ассоциировать действия со словами, но не следует его в этом торопить, поскольку, как и маленьким детям, одним это даётся легче, другим — труднее. Ни в коем случае не следует слишком часто повышать голос, и уж тем более бить щенка, так как этим можно нанести непоправимый ущерб и его характер. Желательно дать ему какую-нибудь игрушку, которую он мог бы грызть вместо ножек мебели. Предметы, которые вы даёте щенку, должны быть достаточно большими, чтобы он не смог их проглотить. Лучше всего дать ему вашу старую туфлю, которую он наверняка предпочтёт любому другому предмету, так как исходящий от неё ваш запах будет создавать у него впечатление, будто он играет с вами. Абсолютно необходимо периодически освобождать кишечник щенка от глистов, на наличие которых может указывать анализ кала. Первая процедура по введению глистов проводится в 20-дневном возрасте. В случае обнаружения копков необходимо назначить щенку 8-дневный курс лечения подходящим лекарствам. Вторая процедура проводится через 20 дней после первой, после чего рекомендуется раз в два месяца сдавать на анализ кал в течение всего периода роста щенка, с тем, чтобы своевременно выявлять наличие внутрикишечных паразитов и прописывать соответствующее лечение. Кал взрослой собаки желательно сдавать на анализ раз в полгода. Важные профилактические значения имеют для собаки прививки. Первая прививка против САПа, гепатита, лептоспироза и парвивироза ставится примерно в двухмесячном возрасте. Вторая – через три недели после первой. В возрасте 3,5 месяцев ставится прививка только против лептоспироза. Повторение прививки против всех четырех заболеваний проводится раз в год, а против лептоспироза – раз в полгода. Поскольку эпидемиологическая обстановка может изменяться от местности к местности и от сезона к сезону, желательно регулярно сверяться с календарем прививок рекомендованным опытным ветеринаром. Во многих областях распространена такая коварная болезнь, как филариоз, переносчиками которой являются обычные комары. Ваш ветеринар должен вам сказать, живете ли вы в зоне риска и порекомендовать вам подходящие профилактические меры. Когда ваш док усвоит первые понятия предварительной дрессировки, можете приступить к настоящей, серьезной дрессировке. Одно из первых упражнений заключается в прогулке на палатке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Прогуливайтесь с собакой, ведя ее слева от себя на палатке длиной примерно в 2 метра. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идите по прямой, ослабляя натяжение поводка, если собака забежит вперед, а затем сделайте стежки спирит, с приколь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА за поводок. В тот момент, когда вы развернетесь, поводок натянется, и собака начнет за него тянуть, пусть даже и в противоположном направлении. Допустим, что ваш док научился правильно гулять на поводке. Но как он себя поведет, если вы его отпустите? Здесь вступает в силу такой важный момент, как подзывание. Поначалу это упражнение следует выполнять в спокойном уединенном месте, где ничто не может отвлекать внимание вашего воспитанника. Запаситесь несколькими кусочками мяса или собачьих сухарей и попробуйте отпустить щенка. Через несколько секунд начните удаляться в противоположную сторону, подзывая его к себе кличкой. Скорее всего, щенок устремится к вам. Дождитесь его и сразу наградите лакомством. С помощью такого упражнения щенок начнет ассоциировать подзывание с поощрением, а потому, не раздумывая, будет к вам подбегать. Правда, собаки этой породы отличаются независимым характером, но если вы запасетесь достаточным терпением, результаты не заставят себя ждать. Научив щенка отзываться на кличку, можете приступить к отработке команды «сидеть». Прогуливайтесь шагом, держа собаку слева от себя, а затем остановитесь и произнесите слово «сидеть». При этом правой рукой слегка потяните поводок вверх, а левой нажмите на область между крупом и поясницей щенка, принуждая его сесть. Как только собака правильно выполнит это упражнение, поощрите ее лакомством и похвалом. После нескольких упражнений собака научится садиться по команде. Необходимо подчеркнуть, что как только собака освоит эти навыки, она начнет пользоваться ими так, как если бы они были заложены в нее самой природой. Поэтому, если вы больше не можете уделять время этому типу упражнений, не пытайтесь добиться того, чтобы ваш друг всякий раз, когда вы даете ему соответствующую команду, выполнял ее идеально. Теперь, после всего увиденного и услышанного, мы можем с полной уверенностью утверждать, что эта собака достойна считаться Аполлоном собачьего рода. Добавим только, что ее хозяин должен обладать душевными качествами, достойными ее характера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова